Как, Иван Иванович, Вы относитесь к фантомолебну после раят и к уголовному преследованию девушек? Вы знаете, я свалил с себя ответственность, будучи человеком, наверное, не объективным в определенных вопросах, тем более в вопросах веры. Для меня, как пастырь, это болезненно в тройне, когда происходит вот такая несуразица в стране, которая приводит к хулиганским проявлениям в том месте, где люди плачут. Вот храм, где люди каются, где люди раскрывают свою душу, может быть, впервые в жизни перед чем-то неведомым, чему они название не могут дать. Это сакральное место. Это так же, как и со всем остальным. Мы забываем о семейных альбомах и, в конце концов, начинаем удивляться, почему не знаем собственных соседей по лестничной площадке. Оно все последовательно, одно за другое цепляется. Поэтому, не будучи объективным, я передал, свалил эту ответственность на свою супругу, на матушку. Она бывшая комсорг, в принципе, единственная надежда на мое спасение за гранью бытия – это на нее. Я уверен, что ангел ей уступит, и я смогу спастись. Она действительно порядочный и честный человек. Она сформулировала, по сути, как относятся к этому матушке. Молодые женщины, многодетные, как правило, ездущие на машинах, держащие хозяйство, где-то и подрабатывающие на раз больше, чем батюшек. Слухи о богатстве церкви на частных, сильно преувеличены в частных примерах. Это не касается служителей. Служителей, надо им памятники ставить. Кто знает провинциальных попов, знает больше, чем смысл жизни. Но это отдельно. И она сформулировала так, что, конечно, сажать не надо, потому что они не понимают, что сделали, и у них по-другому. Но, в принципе, оно так и есть. Девочка перед этим беременная совокуплялась в музее. Была бы моя воля, я бы поймал там, ну, во-первых, они не добежали бы до Амбона. Потом, значит, я бы их выпрал, перегнув через коленку проводом от какого-нибудь осветительного прибора, в назидание, без всякого демократизма. И Зосим бы отпустил на все четыре стороны. А та шумиха, которая, это вот опять ошибочно, всегда ошибочно. Почему? Есть же пьеса «Забыть Герострата». Все, что неприличествует нам, все, что мы не хотели бы, чтобы было известно людям со стороны, вне нашей семьи, вне нашей страны, мы должны скрывать. Только таким образом мы сможем, во-первых, позволить себе быть милосердными в полной мере и сраму не натерпеться. Мы сделали все для того, чтобы сделать, загнать этих девок в тупик. Ощущение от них такое, что они из колодца на кладбище ночью, спасите, кричат, а уже помочь-то нельзя. С одной стороны, культурный мир наш, в двойных кавычках, который не даст им возможности уже назад повернуть. Но они напуганы. Подумайте, их окружают мамы, бабушки, дедушки. То есть весь вот тот мир, который любят. А если ты любишь, то воля-неволе хочешь сохранить. Мама пугается, если тебя предает анафемия. То есть у мамы на этот счет, у любой мамы, или там еще чему-то, или в тюрьму сажают. И вот это окружение, с одной стороны, а с другой стороны, что вот ты не станешь художником. И загнали их в тупик ни те, ни другие. Церковь не может уже на попятную пойти, потому что это не просто банк-группа. Это вызов либерального, причем не либерального, названия этому нет. Это мир хаотический, разрушающий, просто экспериментирующий, не желающий нам ни добра, ни зла, а как за крысами наблюдающий. Это не наши либеральные минули. Наши либералы, да, они, может, нудные, но они не агрессивные. Все-таки, как в вопросе славянофильства и западничества, никто не победил. До Тарковского протянули. Так вот, дальше, со стороны церкви, ну какие уступки? Вопрос принципа, иначе плясать, вон голый уже бегал в Елоховском, ну куда это годится? Должны быть святые места, ты не пускаешь, там, я не знаю, танцевать на могиле своих родителей, ну какие-то вещи. И все загнали в принцип. С другой стороны, их поддавливают, что ты не будешь художником, тебе сейчас подумают, тебя сделают. Ну и чего их сделают людьми мира, или как там организация, тоже с алюминиевыми орденами. Ну и сделают, жизнь разрушена у них, с ними будут побаиваться, общаться дальше, потому что неизвестно, что будет в тюрьме. Там очень много набожных женщин, и в каждой тюрьме свое поверье. За одного клюквеника подрезанного три греха снимается, это в одной тюрьме только я знаю. Клюквеник – это тот, кто церковь грабит. Очень набожный у нас народ. И песни у нас на караоке большей частью кандальные. Так что нельзя к этому относиться тоже так, давайте за свободу. Девкам жизнь ломаем с одной стороны, но по пятной пойти не знаю, но тупик. Вот просто тупик, надо решить его волевым решением. Скажите, пожалуйста, вот ваше отношение к инициативе дьякона Андрея, о том, что Филиппа Киркорова надо отлучить от церкви за его сургатное материнство, за его речь в храме? Вы знаете, милостью Божией, я так отвлечен от этой общественной ерунды с Филиппом Киркором, что я полностью готов отдаться мнению дьякона Андрея Кураева. Мне очень понравилось, как он запулил микрофоном в рот хулигана. Вообще хулиганов надо бить, после этого их становится меньше, они превращаются в хороших ребят и начинают учиться во фрезерных техникумах или на чулочной фабрике работать, перестают пить. В каждой деревне был свой петроид, алибо кузнец, и вот к нему жены бегали, пьянец, к жалусь, он шел, бил мужей, чтобы дальше хотя бы сезон до сбора урожая не пили. Вот в данном случае такая же история. Я не объективен к отцу Андрею. Отец Андрей, во-первых, мой друг, во-вторых, он сделал так много для дела Святой Церкви, что с ним сравниться могут, ну, разве что отец Дмитрий Смирнов, отец Владимир Волгин, отец Аркадий, ну, там много, набор есть, он не так велик, кстати, сказать, вот таких абсолютных харизматиков, авторитетов внутри Церкви. Они, кстати, очень человеколюбивы. Отец Дмитрий его обвиняют в каком-то фашизме. Помилуй Бог, я у него служил. Это человек, который прожил всю жизнь, будучи ярым автомобилистом, ему подарили на 50-летие Киев Спорт Эйдж, к тому времени, как я уже отъездил на всем модельном ряду БМВ, гораздо меньшим возрастом, гораздо меньше сделавший вообще для мира, вообще и делающий. Ему подарили военный генералитет, его любят, потому что он действительно умеет жертвовать, он умеет ночью вставать и говорить по три часа по телефону с расчувствовавшим духовным чадом. Это он выполняет пастырские и, что удивительно, наставнические обязанности. В нем это сочетание, вот он берсеркер, православный камикадзе. Мое к нему уважение и авторитет, абсолютный и авторитет абсолютен для него. Так, что он плохой человек или что он радикал, могут говорить только очень глупые люди. Потом он, знаете, он по природе военный, очень скоординированный человек. Если он говорит, что-то нужно делать, это нужно. Ну, отец Владимир Волкин, ну, это вот любовь к человеку. Я не знаю, мне рядом с ним не нравится разговаривать, просто сидеть. Вот просто сидеть, это ощущение исходящей благодати от человека сложно. Описывать это вот так, ну, как аудиально, доводить до сведений, это надо познакомиться. Поэтому я, там, ближайших людей, людей, нуждающихся к своему духовному наставнику, к отцу Владимиру Волкину. Некоторые вещи передаются только теплым касанием руки и личным присутствием. И по поводу отца Андрея. Отец Андрей, богослов, богословие всегда было реакционно. То есть появлялась ересь, появлялось отрицание ереси. То есть само богословие. Потому что, в принципе, религиозный человек, в том числе и ортодокс, в богословии не нуждается. Человек либо верит, либо не верит. Либо признает, наверное, объективно для всех истинно, что мы, как церковь, это не сообщество верующих людей. Горы не двигаются. С горчичным и беззерном никто не обрел. А сообщество людей, стремящихся к вере. И принимая это, уже к людям поблажки большее делаешь. И возвращаясь к отцу Андрею, я так в общем пытаюсь картину обрисовать. Потому что много неясности и мало кто может объяснить, в чем интрига-то. В чем кипиш с этими девочками, в чем, почему. Так, о часах задумались патриарши. Мне написали, как вы относитесь к часам. Я говорю, да если бы у него не было таких часы, я бы ему подарил. Делом чести это сделал бы. Потому что у патриарха моей церкви, да, я азиат, я вот такой человек, но я и папе бы так подарил. Он должен носить хорошие часы по статусу. Папе подешевле, значит. Папе, кстати, подешевле он подарил, да. Ну это патриарх. Ну какие-то вещи, они очевидны. Почему ты маме купила, значит, золотые часы на день рождения? Тебе в упрек поставят. Да? Фу на вас. Ну сказать тому, кто это. То же самое с машинами. Генерал не должен думать о седалищном нерве. Генерал думать должен о том, как потери меньше, чтобы в этом бою обрислить. Ну вот, чтобы меньше потери. И то же самое вопрос генералитета. К сожалению, в столице очень мало кто... Идентифицирует правильно. Выходит человек из хорошего машины. Он в клубу те, в том же самом, в каком ходят монахи, бессеребрянники. Вот я не знаю, на калужских огородах монастерских, труждающихся. Они одинаково все выглядят. Но он епископ, он ответственный за область. Это как губернатор. И какие-то вещи, они неприлично даже обсуждать. Это дрязга вынесенная с врачами. Я не разбирался тоже, я пытаюсь обходить всегда, побаиваюсь. Побаиваюсь осуждением, потому что, как правило, вот осудила и сразу к тебе вернулась. Я в этом отношении мистик, космист, космист. И предпочитаю этого не делать. Ну, вижу так, что просто раздутая история. Такая обычная какая-то хозяйственная склока, которая могла быть любым человеком в любой ситуации, где угодно. Почему мы не допускаем, что человек несовершенен? Мы же сами несовершенны. Почему мы начинаем копаться в грязном дверье в то время, как можем бросить свои ресурсы, в том числе и масс-медийные, на выявление лучших качеств? Мы уже разоблачили себя как общество абсолютно. Начиная с 80-х, кроме как дрянь, тварь, пьяницы, проститутки, убийцы, безумцы или аморальщина уже просто на уровне людоедства, мы о себе ничего не говорим ни в кино, ни в литературе, ни в публицистике. То есть мы должны меняться. Новый мир, 21 век. Если мы сейчас правильно сделаем, выберем направление движения, правильное направление развития страны и себя лично, мы быстрее всего остального мира ворвемся в будущее. В нас все есть. Продолжение следует...